в том углу короче друзья всем привет давно уже не озвучивал свои видеоролики хочу попробовать вернуть этот формат в этот раз дядь Вова пригласил меня съездить в Садово это его родина и на заре своей юности он ловил там хорошую рыбу в Садово протекает ишин и есть несколько небольших озер но самое главное что я хотел попробовать это половить карася у него в бассейне да да бассейне он живет в своем доме и в бассейне у него живут карася как бы странно это не звучало бассейн достаточно большой где-то три на шесть метров и три в глубину он насыпал в него специально ил песок чтобы они могли закапываться они живут там всю зиму я пробовал несколько раз половить у него в течение лета но к сожалению карась был как-то неактивен в этот раз были поклевки и это очень круто смотрите карася в бассейне частном доме я еще никогда не ловил это было прикольно и хоть цель поездки нашей садовая была покупка картофеля так как картошку дерьмо закупается именно там на своей родине он знает что не вырастили абсолютно без всяких добавок селитры и тому подобное она хорошо хранится и ее хватает на всю зиму но и порыбачить конечно мы тоже были не прочь вот такие озера есть шаговом одно побольше одно чуть чуть поменьше мы объехали оба озера попробовали половить карася попробовали поблеснить на блесну к сожалению не было ни одного удара она поплавок попалась только плотва места конечно очень красивая хотя я отношусь просто таким понятием как родина я считаю что вся наша земля весь наш земной шар это родина каждого человека независимости от того какой локации ты родился но я очень люблю казахстан люблю его за уникальную природу за бескрайние просторы за людей добрых светлых мы несколько раз попадали в степи на пастухов и каждый из них всегда пригласил на чай всегда показал дорогу всегда был добрым отзывчивым очень позитивным человеком такого гостеприимства я больше нигде не встречал хотя по путешествовал свое время не достаточно нормально санкт-петербурга до воде востока и обратно и в этот раз мы также остановились у пастуха который с удовольствием накормил наш каурдаком напоил чаем посмотрели его хозяйство поделился трудностями жизни на селе но об этом как-нибудь следующий раз спасибо казахстан и вам ребят спасибо за просмотр пишем бро всем добра просто так спасибо за просмотр пишем бро всем добра просто так